Hello guys! Я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя фишки, задумки, придумки в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки. И потому канал назвал СУП-Л. Сегодня серия о стоке. Я поделюсь приемом, который использую для доизолирования объекта в кадре. Именно доизолирования, не полностью изолирования, а изолирования. Бывают, попадаются нюансы какие-то на изображении, которые нужно проверить и подубрать быстро. Подчеркну, это не урок, а мой способ работы. Для меня он работает. Кому-то может зайти, а кому-то может совсем не зайти. Хочу обратить внимание, что съемка производится специально под изолирование. Выставлен свет на главном объекте и бэкграунд пересвечен где-то на одну ступень. Но бывают погрешности. Задача их увидеть и быстро убрать. И при этом не повредить фотографируемый объект. Время, выделяемое на такую обработку, до минуты. Зачастую вообще, в принципе, вся обработка в стоке сводится до 3-6 минут. Что и довожу своим замечательным помощникам. Конечно, есть съемки и кадры, в которых секундомер выключается. Но их в меньшей мере. Сделаю вариант без остановок в реальном времени. Если будут вопросы, я с удовольствием потом сделаю отдельный именно уже разбор, урок. Ну что ж, вперед к монитору. Выберу показательный какой-то вариант. Наверное, ростовой. Возможно, где-то что-то недовыбелено и, наверное, с лишними детальками. Посмотрим, как их контролировать. Открываем в фотошопе. Смотрим, есть недовысвеченные, даже глазом видны. И также есть лишние предметы. Запустили экшн. Смотрим, автоматически выделяется фигурка. До выделяем, уточняем с помощью мэджика. Думает. Так, уточнили приблизительно. Проверяем. Вот нюансик. Залезло. Продолжаем экшн после остановки. Здесь уточняем по уровням. Не пережигаем фигуру. А вот здесь вот уже лишние детали мы можем прям белой кистью быстренько убрать. Обсматриваем всякие точечки, полосочки. Есть. Дальше мы расправляемся с отражением. Предмет легко двигался на белом. Лишь небольшой оставляем. Можем подвигать для лучшей композиции. Все, сохраняем. Почти так, только более подробно я объясняю предстоящую задачу своим замечательным помощникам. И я имею в виду так, это в видео формате. Такой способ общения, похоже, подходит нам. Ну что ж, на этом все. Пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.